Привет, друзья! Вы на канале Милый Гейм. И сегодня у нас погоня героев и суперкрылья побегут вместе. Хэнк первый, а из суперкрыльев у нас будет первый Донни. И Донни выбирает себе питомца. Он выберет вот такого питомца, который стреляет огненными шарами. Сейчас посмотрим. И Донни трансформировался. А Хэнк уже ускорился и бежит по трассе. И Донни взял свою посылочку и отправился в путь. Хэнку сегодня вместе с Джинджером предстоит пробежать очень долгое расстояние. И справиться с енотами, с пушками. И набрать как можно больше очков. А команды суперкрылья должны будут доставить три посылки. И Донни бежит. И вот он огромный огненный шар питомца Донни. Он ему очень хорошо помогает. А у Хэнка предстоит встретить снежные шары. Сегодня у нас такие забеги с шарами. Посмотрим, какие же шары будут круче. Огненный или снежный, друзья. А вы пишите в комментариях. И Донни трансформировался в огромного трансформера. И расчищается он на своем пути. И собирает очень много-много золота. И у Хэнка впереди силы удара. Словил ее Хэнк и понесся пончик Хэнка вперед по заснеженной локации. Донни хорошо. Он бежит по теплой локации с пальмами. А Хэнку холодно же. Он же бежит по снежной локации. Но я думаю, что его супер костюм со шлемом его очень хорошо защищает. И Донни поменял локацию. И это локация год. Скоро он уже добежит до мальчика и отдаст ему долгожданную посылку. А Хэнк вбежал в ледяную пещеру. И вот они, эти еноты его здесь поджидали. Держите, еноты. Всех победил Хэнк. А Донни опять использовал силу питомца и огромный шар. А у Хэнка снежный шар. Тоже очень-очень красивый. И Донни сел на свою машину с экскаватором. Это строительная машина. И несется дальше. И трансформер Донни. И следующая-следующая локация у Донни. А у Хэнка опять эти еноты на дороге. Вот она водная локация. Очень красиво. Здесь очень много рыб. Огромные осьминоги. И огромный кит, ребята. Посмотрите, слева был огромный кит. Супер прыжок Хэнка. И все енотики разлетелись. И осьминог у Донни. Огромный осьминог. И огромные щупальцы у него. Красивая локация у Супер Крыльев. А Хэнк вбегает в пещеру. Давай-давай, Донни. Перепрыгивай. И он решил расчистить все. И пустил шар огненный. Отлично. И Хэнк набрал уже 539 тысяч очков. Хороший результат. А Донни первую посылочку доставил. Молодец, Донни. Отлично. Хорошая работа. И следующим полетит самолет Пол. Вот он, полицейский самолет с мигалками. Очень красивый. А помогать ему будет питомец. Сейчас мы его выберем. Этим питомцем мы играли. Этот питомец стреляет молниями. А вот питомец, который будет помогать Полу. И он стреляет водными вихрями. Сейчас, друзья, посмотрим его в действии. И Пол трансформировался и отправляется в дорогу. А Хэнк врезался, друзья. И следующим бежит Джинджер. И он должен будет справиться и пробежать очень-очень большое расстояние. И справиться с очень большим количеством енотов. И Пол трансформируется. Интересно, какая будет полицейская машина у Пола. Сейчас посмотрим. И вот он, вихрь питомца. Отлично. Много манерочек осталось. И силу удара Джинджера. Полетел полицейский самолет. Но он решил долго не летать. Похоже, что он решил, чтобы был справедливый забег. Тоже побегай, так же, как и Джинджер. Ведь у кота Джинджера и Хэнка нету столько возможностей, как у самолетов суперкрыльев. У них нет трансформеров и питомцев-помощников. Но зато у них есть суперкостюмы, которые помогают им справляться с енотами. И придают им очень-очень много сил и супергероев. А вот и полицейская машина самолета Пола. Очень красивая и с мигалками. Какой же будет трансформер? Сейчас посмотрим. И Пол бежит. Но не трансформировался. Друзья, пишите в комментариях, какой из героев суперкрыльев вам нравится больше. Донни, Пол, Джером, Джет, а может быть это Дизи. Пишите в комментариях. А Джинджер несется-несется, перепрыгивает очередного снеговика. И мы сносим преграду с енотами. А за ней пряталось очень-очень много енотов и много золота. А Пол бежит в водной локации со сменогами. И вот она рыбка. Посмотрите, ребята. Рыбка сюда выплыла. Через стекло они переплывают. И Кит немножко заглянул тоже в водную локацию. Интересно. И вот эти еноты у Джинджера с пушками. Джинджер с ними справился. И скоро уже подходит к концу забег Пола. Скоро он уже доставит свою посылку мальчику. А Джинджеру еще предстоит долго бежать. Он набрал 468 тысяч баллов уже. И у него на пути снежный шар. А Пол трансформировался. И у него очень красивый трансформер с золотой звездой. И вот он водный вихрь. Сносит все на своем пути. Классные, конечно, суперспособности у него питомца. А Джинджер прошел пещеру снежную. И там ему никто не встретился. Бежим дальше. И вот он мальчик. Отлично. Пол доставил посылочку. И следующую посылку понесет сам Джет. Он решил помочь своей команде. И последнюю посылочку отнесет он сам. А Джинджер справляется с огромным боссом. Он прекрасно с ним справляется. И самолетик Джет. Дизи, привет. И вот он Джет. Он уже готов пуститься в путь. Его питомец будет дракон. Он волшебный. Он приносит очень много монеточек. Ну и, конечно же, освобождает дорогу для своего хозяина. Давай, давай. Джет. Вот его посылочка. И ему нужно будет доставить очередную посылочку для мальчика. А Джинджер несется. Несется изо всех сил. Он не должен ни в коем случае врезаться. У него уже 677 тысяч монеточек. Очень ответственный забег у погони героев. Ведь это очень сложно. Бежать и не врезаться. А Джет уже использовал силу питомца. Посмотрите, сколько он монеточек ему сделал. Если вам нужно набрать очень много монеток, тогда используйте силу этого дракончика. Он очень хорошо помогает своему хозяину с монеточками. И красивый трансформер Джет несется с пожарной лестницей. Очень мощный трансформер. А я думаю, что Джинджер наберет в этом видео тысячу очков. Может быть даже и больше. Потому что он очень прекрасно бегает. И очередная пещера смешная у Джинджера. И у Джета тоже портал. Смотрим, что же это за портал. Водный мир. Оба они в пещерах. В водный и в снежный. Удвоение монеточек поймал Джинджер. И он прошел пещеру. А Джет скоро доставит свою посылочку. Осталось совсем недолго. Он почти-почти уже прибыл к мальчику. Главное Джинджеру сейчас не врезаться. И он поймал силу удара. Отлично. Как же хорошо дракончик превращает преграды в монетки. А Джинджер перепрыгивает. И сила прыжка. И енотики побеждены. Несется Джет к своей цели. И вот-вот. И он уже доставит посылочку мальчику. Джинджер собирает золото. И китайская локация. Это последняя локация в пути у Джета. И в той и в другой игре есть китайские локации. У погони героев с драконами. А у Джета с такими красивыми розовыми деревьями. И лампочками китайскими фонарями. И последние енотики на пути у Джинджера. Держите еноты. Сколько же он енотов интересно за эту пробежку победил с пушками. Ребята пишите в комментариях кто успел посчитать. И Джет доставил посылку мальчику. Ура! Задание выполнено. Друзья, супергерои сегодня. Отлично, побегали. Они справились с своими заданиями. Еще и снежный шар напоследок запустил Джинджер. Джет доставил последнюю посылку. А Джинджер уже набрал 1115 очков. Приключения впереди. Много обновлений, я думаю, будут еще в этих играх. Подписывайтесь на канал Нила Гейм. Ставьте лайки. И всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok